приветствую всех сегодня снова обзор про большой серьезный сварочный аппарат с помощью которого можно варить как с газом так и с применением с флюсовой проволоки присутствует также тиг и обычная электродуговая сварка и учитывая такие возможности аппарат все еще остается довольно компактного размера не такой тяжелый вес и ранее у нас на канале был обзор про еще более компактный аппарат который также неплохо варит но здесь все-таки все реализовано гораздо лучше особенно касается и режима полуавтомата качество сварки отличная работа с тонкостенным материалом также отличные показатели и электродуговой сварки в общем сейчас рассмотрим все максимально подробно и всем приятного просмотра KKR24 Technologies приходит в такой большой коробке и глубина больше 30 см сверху видим дополнительную коробку ну и на коробке соответственно название модели марка бренд внутри видим еще одну большую коробку далее видим сам аппарат который также имеет уплотнительные вставки и тут производитель действительно позаботился о надежной транспортировке коробки комплектации сначала это TIG горелка в котором также видим расходные материалы и соответствующие керамические сопла разного диаметра под разные сечения и точно также в зависимости от сечения электрода соответствующие цанги под свой диаметр ну и таким образом собирается все это хозяйство еще особенность данной горелки подачу газа можно регулировать непосредственно на самой горелке ну и весь корпус имеет такое прорезиненное покрытие также примерные говорит и горелки аккуратные качества исполнения разъемов силовой разъем также смотрим значение стандарта ну и примерное сечение тока проводящего элемента ну и такого плана хороший резиновый рукав и длина такого провода составляет более 160 сантиметров смотрим вторую коробку здесь уже видим горелку полуавтомата данная рукоятка ни в какое сравнение не идет с тем что было у нас ранее на канале это во-первых прилично крупнее по размеру не знаю насколько это практично но качество материала и качество изготовления значительно лучше чем то что увидели на более доступных аппаратах для удобного охвата есть и прорезиненные вставки и в целом культура производства более старшей модели видим во всем значительно сделано лучше большого сечения труба ну и такой мощный внушительных размеров разъем и длина такого провода уже составляет почти три метров комплекте также видим усиленную трубку для подачи защитного газа но здесь длина видим менее трех метров и сечение примерно 13 14 миллиметров ну и такой держатель электродов имеет довольно тугой ход и возможность коммутации токов до 200 амперов хотя при этом имеет довольно компактный размер и легкий вес и такое приличное сечение 25 миллиметров квадрате ну и длина такого провода составляет 205 сантиметров параметры разъема снова у вас на экране но при этом провода несмотря на такое сечение достаточно эластичные и внутри держателя также сделано все достаточно крепко провод массы имеет точно такой же разъем такой же толстый и провод сечения зажим имеет хороший тугой ход для надежной фиксации на заготовке есть и медная вставка для протекания более высоких токов охват более 3 сантиметров длина также 2 метра далее похожие на запасные кабель каналы ну и зависимости от выбранного сечения проволоки соответствующие только проводящие электроды еще видим такую щетку для зачистки комплектация действительно богатая дополнительные видим два ролика и в отличие от бытовых приборов здесь уже сечение видим целых три сантиметра в общей сложности в комплектации три таких ролика разумеется под соответствующее сечение проволоки еще в комплекте два таких хомута скорее всего тоже высокопрочная нержавейка в комплекте также видим руководство пользователя это уже настоящая книга на большинстве популярных языков мира и здесь можем видеть все основные технические параметры прибора основной показатель суммарный выходной ток до 200 амперов и еще не менее важное выходное напряжение до 26 вольт еще такой важный параметр стопроцентная загрузка аппарата при так скажем беспрерывной работе способен коммутировать ток до 130 амперов то есть если действительно возможно непрерывная работа сечением электродов 3 миллиметров то это отличная находка в большой мастерской начиная с электродуговой сварки видим максимально подробно описано и способы подключения также по данной схеме думаю не составит труда подключения и тиг режима сварки в общем руководство хорошее также радует наличие русского языка несмотря на наличие максимально автоматизированных режимов в любом случае такое толстое пособие никогда не быть лишним для начинающего пользователя электрод полифрам здесь смотрим вот такого цвета не знаю из опасных или безопасных материалов но длина такого стержня составляет чуть более 15 сантиметров габариты аппарата немаленькие но при этом весь аппарата составляет примерно 10 килограммов разумеется без укомплектовки катушки и так далее есть и четкая фиксация крышки отсека подачи проволоки внутри уже серьезные металлические полностью механизм протяжки проволоки есть и легкая замена ролика ну и основное гнездо это возможность установки максимально больших диаметров проволоки под 5 килограммов отдельный блок управления это скорее всего для подключения внешнего пистолета горелки возможность и регулировки скорости по всей видимости здесь нет необходимости подключения дополнительной приставки и если такая функция действительно есть можно еще больше расширить возможности данного аппарата и зависимости от комплектации поставки ходят такие катушки диаметром 10 сантиметров ну и процесс загрузки катушки все аналогично как и на большинство других аппаратов естественно устанавливаем и затягиваем без фанатизма на данном режиме полуавтомата в одном разъеме собраны все подачи проволоки и подачи газа но и управляющие выводы и вот такого плана долговечный механизм фиксации провода в ролике хорошая прорезинная кнопка включения и рядом вход для подачи газа для более безопасной работы есть и выход заземления снизу располагается принудительная система охлаждения который будет прогонять воздух через эти вентиляционные отверстия на лицевой части четыре разных регулятора маркировка полюса подключения провода ну и выход для управляющего провода внутри здесь смотрим все сделано достаточно аккуратно есть и маркировка компонентной базы ну и отличное качество пайки без следов канифоли мотор тоже крупного размера в сравнении с еще уме и аппаратами длиной порядка семь восемь сантиметров за проводом стоит большая катушка индуктивности и рядом огромные радиаторы охлаждения много электроники располагается и на лицевой панели изнутри я не знаю видно или нет просвечиваются большие конденсаторы маркировка скорее всего это версия сборки ну и первое такое включение если заметили система охлаждения включается и сразу же отключается при отсутствии нагрузки и это очень удобно при бездействии с аппаратом не будет издавать лишний шум в зависимости от выбранного режима сварки левый верхний регулятор позволяет увеличивать и уменьшать тем самым задавать необходимые параметры тока эти параметры можно догадаться установки для управления электродуговой сваркой правый верхний регулятор позволяет возможность регулировать форсаж дуги и устанавливать значение можем от 0 до 10 хотя все эти настройки параметры большей степени будут полезны для профессионального пользователя поскольку сама интеллектуальная система управления сварочным аппаратом организована таким образом чтобы выбирая всего лишь тип материала толщину задавая параметры электрода и прибор сам автоматически подбирает все необходимые параметры сварки для каждого из режимов картинка на дисплее позволяет точно производить правильное подключение проводов к аппарату исключая ошибки и сомнения начинающего пользователя нажимая энкодер появляется возможность выбирать рабочий цикл из доступных 60 или 70 процентов далее выбираем диаметр сечения электрода и судя по всему аппарат поддерживает максимум 4 миллиметров нажимаем еще раз и теперь можем задавать толщину заготовки и нажимая еще один раз как видим аппарат автоматически подобрал необходимые параметры установки для данного режима электродуговой сварки и теперь с помощью снова той же кнопки волкодером можем переключаться между режимами сварки как видно из которых доступно всего четыре режима и крайнее положение set это раздел настроек в котором доступны всего два параметра первый это раздел юнит в котором можем выбирать как метрический шаг единицы измерения либо английская или так называемая британская система измерения и второй режим это если не ошибаюсь эта функция при бездействии с аппаратом сбрасывается высокое опасное напряжение особенно актуально условиях повышенной влажности и при отсутствии цепи коммутации сварочного действия прибор автоматически переходит в режим безопасного ожидания теперь выбираем режим работает тег и здесь тоже снова картинка подсказывает как производить подключение в данном режиме также можем устанавливать параметры сечения для вольфрам электрода из доступного такие два варианта и далее точно таким же образом устанавливаем выбираем толщину сечение заготовки ну и сохраняя результат прибор снова автоматически сам задает необходимые параметры и если где-то что-то не устраивает можно быстро подкорректировать параметры тока но для правильной настройки на индикаторе видим отмечено белым цветом область границы пределах которого конкретно для данного режима можно настраивать задавать соответствующий ток то есть не переходя на красную зону далее в ролике проведем разные опыты на разных режимах сварки режим полуавтомата миг представлен двух видах первый это с применением функции синергетики ибо этот второй вариант для профессионального ручного применения после подсказки подключения аппарата далее снова переключаемся в меню здесь предлагает выбор либо двухтактный или четырехтактный режим управления и у кого большой опыт с помощью данных регуляторов первый это возможность выбора регулировки скорости подачи проволоки с помощью этого регулятора уже может задавать необходимые напряжения и третий регулятор позволяет задавать значение индуктивности который также можно устанавливать значениях от 1 до 10 единиц и таким образом зная точно технические параметры можно быстро приступать к сварочному процессу далее режим синергетика все точно также идет подсказка подключения далее идет на этот раз возможность выбора материала заготовки либо это сталь далее идет нержавеющая сталь и по центру алюминий ну и два крайних параметра так скажем режим работы без защиты то есть с применением флюсовой проволоки и крайний раздел работы среди защитной смеси далее выбираем толщину сечения проволоки следующий режим работы 2 или 4 такта и здесь снова выбираем толщину заготовки ну и собственно вся прелесть функции с энергетики как видим все необходимые параметры прибор все сам автоматически устанавливает для примера если в данном режиме выбирать работу с железом аппарат сперва предлагает выбрать защитную среду первый это может быть смесь углекислого газа с аргоном либо второй вариант отдельно чисто углекислота и конкретно в данном режиме уже видим возможность работы аппарата с тонким проводом начиная от 0,6 миллиметров так скажем особенно важный режим для работы с тонкостенным материалом подбирая остальные параметры и аппарат снова готов к работе теперь будем пробовать все это в деле специально приготовил заготовки и варить будем приступать сначала на режиме электродуговой сварки и как аппарат подсказывает для электрода 3,2 миллиметра нормальный рабочий ток начинается от 110 амперов и показания тока тоже для сверки будем фиксировать на специальное устройство ну и начинать будем именно со 110 амперов старт на холодном электроде смотрим неплохо показывают зажигание и есть такой неплохой контроль проверяем также фактически токи потребления и как могли убедиться ток потребления превышает установленные параметры прибора то есть вместо 110 показывает почти 118 120 амперов проверяем теперь непрерывный способ дуга также видим неплохо держит стабильный контроль ванной можно добиться вполне сносных результатов и несмотря на многолетний опыт пусть даже и непрофессиональный но результат думаю неплохое и при наличии желания думаю даже начинающий пользователь сможет не позже повторить данный сварочный процесс теперь проверяем режим работы полуавтомата для этого сперва загружаем порошковая проволока поскольку пока что нет возможности применения защитной среды в виде газа и одеваем электрод и насадку на свое место и теперь приступаем к режиму сварки предварительно проверив работу механизма подачи проволоки сперва будем соединять два куска по 1,2 мм возможно не так все красиво но действительно варит очень даже неплохо и для быстрой сборки профильных конструкций такой аппарат показывает идеальный результат попробуем проварить и с внутренней стороны тоже как результат можно достаточно крепко все сварить немного попробуем сварить и внутрь в целом как видим все варит теперь пробуем более толстой стены заготовки хотя этот способ в данном случае не рациональный и тоже как могли убедиться варит действительно неплохо сейчас попробуем и толкостенный материал и чтобы заготовка успела остывать варим вот таким вот точечным образом ну и тоже получаем вот такой результат причем результат очень даже неплохой особенно для тех кто занимается кузовными работами в комментариях можете писать какой из аппарата вы хотели бы увидеть на нашем канале наше видео чтобы смогли увидеть больше людей обязательно ставим лайки будет мотивация на создание новых роликов следующее видео будет посвящено вот такому аппарату уже с более высокой мощностью 250 амперов разумеется если верить названию модели а так данный аппарат при таком достаточно легком весе умелых руках действительно создает отличные результаты спасибо всем за просмотр и до нашей встречи спасибо всем за просмотр и до вечера